Сразу четыре района края рискуют остаться без паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом накануне говорили на очередном заседании правительства. Среди проблемных муниципалитетов оказались Заринский, Каменский, Тальменский и Хабарский районы. Там в ходе внеплановой проверки нашли нарушения на теплообъектах. Устранить замечания должны в течение двух месяцев. Паспорт готовности уже точно не получат два города. Так проблемная Яровская ТЭД зайдет в отопительный сезон в режиме ручного управления с рекордным запасом угля. Одновременно там продолжают формировать будущую систему теплоснабжения. Впервые, хочу подчеркнуть, за последние несколько лет на ТЭД сформирован с применением конкурсных процедур более чем полугодовой запас топлива, отвечающего всем параметрам работы станции. И текущий запас угля на станции на Яровом сегодня составляет 41,8 тысяч тонн. При нормативе, обратите внимание, в 6,2 тысячи тонн. Еще одним городом без паспорта готовности к отопительному сезону стал Олейск. Там есть замечания по объектам, которые принадлежат Министерству обороны России. Не готовы к зиме пока Змейногорский, Табунский и Третьяковский районы, где продолжаются строительно-монтажные работы на теплообъектах. Обрастовым же в этом плане стал Мамонтовский район. Там паспорт готовности уже получили. Несмотря на то, что часть работы еще выполняется, и даже, может, где-то он не будет выполнен, как я уже сказал, это не препятствует началу отопительного периода. Где-то мы строим параллельно модульные котельные, где-то мы ставим дополнительные котла-агрегаты, где-то мы делаем тепловые сети параллельно. То есть сегодня можно запускаться везде, за исключением трех районов, которые сказал, которые должны быть готовы к запуску в течение следующих семи дней. В Барнауле тем временем отопительный сезон стартовал. Особое внимание уделяется социальным объектам – больницам, школам и детским садам. В дома тепло придет не сразу, заявляют специалисты. Систему отопления еще настраивают. Анара Шагирова, День с толком.